Как ты выбирал свою профессию? Выбрать профессию у меня получился аж в пятую классе школы. Какие вопросы себе задавать, чтобы понять, что, может быть, системное администрирование это то самое? Тут я из кубиков собирал систему, теперь я из людей собираю команды. Расскажи о своем подходе к подбору персонала. Писал, что знаешь, расскажи. Если не знаешь, то учеркивай. А что касается человеческих качеств? Очень много людей, молодых особенно, к критике относятся очень тяжело. Что должен делать человек, чтобы ему подняли зарплату? Он должен быть незаменимым. Но людей на рынке очень-очень мало появляется и, как правило, отрываются руками. Гарантированное время, на которое мы можем рассчитывать в день, это 4 часа. Давай более предметно о некоторых компаниях из твоей карьеры. Первое, на которое я бы хотела остановиться, это Postgres. Я вот нашла довольно много русских фамилий, в том числе и твоих коллег на Postgres Professional. И насколько вот значителен русский след в Postgres? Достаточно значительный. Ну, все-таки, сколько у нас там было? По-моему, один или два человека было в свое время в COVID-team, которые уже принимали архитектурные решения. Тут надо еще тоже учитывать специфику разработки самого Postgres. Это достаточно консервативное общество. Поэтому там все решения протаскиваются очень тяжело. В последнее время это меняется, Postgres становится более динамичным. Но пока это с одной стороны. Это всегда привет системное администрирование. Вечный спор, что лучше Album или Red Hat, что лучше MariaDB или Postgres. Чем консервативнее продукт, тем он стабильнее и надежнее, с одной стороны, и тем меньше в нем современных технологий, с другой стороны. Ну, это всегда так. Насчет отечественного вклада в Postgres. Не скажу, что он прям очень значительный, но он есть. И, собственно, очень многие интересные решения были принесены туда именно вот этой командой, которая существует как команда уже с Рамблера. Это все бывшие Рамблеровцы, которые сейчас существуют в виде компании Postgres Pro. Федор Секаях, Иван Панченко, Олег Бартынов. Но, смотри, меня часто задают вопрос начинающие разработчики о том, какие языки программирования лучше учить, чтобы быть востребованным, не знаю, чтобы легче войти в профессию. Но вот, чтобы строить инженерные системы, может еще более важно разбираться в системах управления базами данных. Понятно, что системы управления базами данных подбираются под конкретную задачу. Но ты можешь порекомендовать, что должно быть в арсенале у современного разработчика? Разработчика, не знаю. Именно разработчика или системного администратора? Системного администратора. Должен знать основные принципы работы революционных баз данных. Все остальное, всем остальным занимаются уже узко-специалистизированные администраторы под названием ДБА. Датабейс-администраторы. Это их рабочие. Но наша задача – уметь отлаживать какие-то ситуации. И понимать надо, что такое блокировки, что такое уровни изоляции, что такое аббревиатура ACID для баз данных, как устроены транзакции. Вот эта абсолютная классика построения баз данных, она применима к абсолютно любой базе данных. Даже есть такой анекдот, где-то сколько уже лет, года три, боюсь оврат, год три или четыре был большой хайп про ноиское решение. То есть революционные базы данных уже давным-давно. Прошлый век, мы идем дальше, у нас NOISQL. Чен-хайп закончился. Все NOISQL, которые вышли тогда на рынок, стали резко транзакционными, сразу с ACID-капабл, в общем, превратились в обыкновенные нормальные базы данных. Но просто сходили с колоночным хранилищем, либо с документоориентированным хранилищем, как Монго, но все черты классических баз данных они в результате все равно получили. Да, они, причем по производительности, они резко упали до уровня классических революционных баз данных. В результате мы просто сейчас имеем на рынке либо табличные базы данных, либо колоночные базы данных, либо документоориентированные базы данных. Все. Все остальные принципы баз данных вложатся на все варианты. То есть сказать, что что-то надо знать именно конкретное, здесь уже вопрос про системное администрирование, именно как обслуживать эти базы. Да, надо понимать там, что такое репликация, как она настраивается. Но это все написано в документации, очень много экспертизы в интернете есть. А вот изучить именно базовые принципы баз данных получается не у всех, а хорошо бы. А как ты считаешь, лучше знать какую-то одну систему управления базами данных или лучше разбираться в разных, но так, хотя бы на поверхности? Мы системные администраторы, чем больше, тем лучше. Можно ли с ней сильно погружаться? Здесь и в том, что ты приходишь на проект, ты все равно имеешься с разработчиками, разработчики пишут, ты отслеживаешь, отлаживаешь, хочешь не хочешь, а погружаешься в эту систему. У тебя будет время на изучение какой-то той системы, которую ты не знаешь. Но для того, чтобы ее изучать глубоко, ее сначала надо хотя бы знать поверхность. Здорово. Предлагаю переходить к известной компании 1С. На самом деле у меня было пару запросов о том, чтобы сделать с кем-то из 1С. И что интересно, что мне показалось, что в российском IT-комьюнити к 1С относятся как-то немного пренебрежительно. Есть ли такое и почему, как ты считаешь? Потому что два мира, два детства. Не в IT-комьюнити относятся, а конкретно в области... Ну вот, я не знаю, я всем рассказываю, я даже сам не знаю, насколько я прав. Прав или не прав. У меня есть деление IT на два лагеря. Лагерь, я его называю Enterprise, и лагерь, лагерь, я его называю Highload. Формальное разделение у меня между этими лагерями такое. У Highload заказчик всегда внешний, у Enterprise заказчик всегда внутренний. То есть Enterprise это какие-то инструменты для решения внутренних задач. Собственно, 1С это классический Enterprise. Highload это разнообразные онлайн-сервисы, облака и так далее. Так вот, история здесь в том, что эти два лагеря практически до сего года не пересекались. Последний год-два наблюдаем, что одно потихонечку приходит в другое. Самый яркий пример, собственно, Сбертех, который инкорпорирует именно всякие достижения Highload в свой интерпрайз. Мы начали сходиться, но до сего момента не пересекались практически никак. У меня есть коллеги из МТС, у меня есть коллеги из ВМВР. Это все Enterprise сектор. Не пересекаемся, нам по сути даже говорить особо не о чем. Поэтому сказать, что некоторое пренебрежение, ну, это так и пренебрежение того же класса, как, я не знаю, в свое время, в начале нулевых, были разборки между металистами и рэперами. Ну да. А насколько знания и навыки, приобретенные в 1С, переносимы на какие-то другие области? И на какие? Здесь, наверное, я особо не расскажу интересного. По той простой причине, что интересно там плюсовикам. То есть вся платформа 1С – это плюсы. И ребята, во-вторых, я искренне считаю, что там, конечно, команда абсолютно гениальна, которые это все пишут. Очень глубоко они в плюсы закапываются, очень интересно. У меня была задача немножко другая. Я, наоборот, приносил культуру Highload в Enterprise, потому что мы запускали проект «Одиннадцатрэшкол». Собственно, руководителем у меня был Рома Олейников из «Моего мира», «Мой мир, моего Ру». Я к тому моменту пришел из «Вики Марта», вот мы вместе запускали 1С в облака. Так что на тот момент, да, мой опыт пригодился в 1С. В твоем опыте было достаточно много компаний, крупных в основном. Все они были такие крупные компании. Я тоже в свое время успела поработать в таких корпорациях, скажем так. И иногда у меня складывалось ощущение, что для того, чтобы принимать какие-то очень современные решения, я имею в виду, конечно, связанные с технологиями, часто они зарубаются бюрократией в таких компаниях. Вот скажи, вот из своей практики, были ли такие у тебя ситуации, когда какие-то вот очевидно правильные, по твоему мнению, решения зарубались из-за бюрократии, скажем так? Как ты с этим боролся? Конечно, да, такие решения. Здесь главное понимать, что эти решения чисто правильные исключительно с твоей стороны. Начальник всегда дурак, а полководец – это вообще самый большой дурак. Он ничего не видит, ничего не понимает. Здесь скорее, как правило, проблемы такого рода возникают из-за отсутствия какой-либо обратной связи. Разного уровня руководителей, руководителей подчиненного. Потому что если обратная связь быстро ненормальна, то всегда либо цели и мотивация доносятся до инженеров, либо наоборот, недовольства и какие-то идеи идут наверх. И там учитываются в планах. Второй момент, опять-таки, возвращаемся к человеческим качествам. Если ты не можешь продать свою идею, то плакать, в общем-то, не о чем. Свою идею надо продавать, то есть обосновывать ее. Очень многое в нашем, особенно в мире, айтишечке очень многое приносится под лозунгом «Это круто, мой стильно, модно младен». Вот мое личное мнение, я вот до сих пор переживаю, смотрел я тут «Хайлот» 2018 года, где люди, в общем-то, со сцены рассказывали о том, что они взяли стильно, модно молодежно, наступили на все грабли, которые только можно. Отдельно можно доклад букинга выделить, который прямо со сцены рассказывали, что мы похоронили бизнес, когда мы перешли на новую модель разработки. Ну, то есть я вообще не понимаю, как такое было возможно с точки зрения бизнеса и, в принципе, допустить, что букинг не работал, потому что программисты принесли новую технологию. У него был такой период жизни. Соответственно, многие вот эти вот решения, которые снизу кажутся очень правильные, они могут чисто по-бизнесовому зарубаться, не по каким-то там личным причинам, потому что начальник дурак и так далее. Нам надо запустить вот этот продукт, получить здесь денег. Вот здесь вот у нас будет возможность сбавить обороты, мы можем попробовать что-то другое. Все идет от планов, и все идет от денег. Любая компания, в уставе любой компании написано, что это коммерческая компания, основная цель которой – привлекать прибыль. Если какие-то технологии, цели не соответствуют основному, то они либо будут отодвинуты, либо вообще забыты. Поэтому очень важно, принося идею, ее именно продавать. То есть, что нам даст это? Что нам даст в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе? И как раз это одно из то, возвращаясь к моменту, за что же платят деньги и за что продвигают, и как вырасти, это как раз именно приходить с такими идеями, с хороших, с хорошим обоснованным. Ты как руководитель всегда даешь обратную связь, если человек приходит с какой-то своей инициативой? Или ты можешь сказать нет? Обязательно. Я в принципе считаю, что с людьми надо общаться. У многих, да, я знаю, это вызывает некоторые затруднения, но да, я не сторонник этой вот интерпрайзной макдональдской мотивации. Мне больше нравится напрямое общение с людьми. Так проще потом работать. Как раз отсутствие обратной связи очень сильно демотивирует людей. То есть, они получаются в информационном вакууме, после этого сваливаются в ситуацию, что я работаю с 10 до 7, все-всюду. Если есть общие цели, то правильно мотивированные люди могут город свернуть. Да. Есть еще в твоей биографии, или правильно даже сказать, ну, в карьерной биографии пункт преподаватель. Преподаватель курса администратор Linux. Расскажи, как вообще так случилось? Если ты говоришь, что ты работаешь по 50-60 часов, да, и ответственный, как ты выделяешь на это время? Ну, давай, наверное, начнем по порядку с того, почему, зачем тебе это нужно? В какой-то момент я осознал, что действительно людей на рынке очень мало. Второй момент, какое-то уже внутреннее желание с кем-то делиться. Уже коллег не хватало, чтобы своими какими-то знаниями делиться. Я не скажу, что это очень большой эксперт в области. Есть и покруче, и поинтереснее. Но я знаю много того, чего не знает молодежь, которые недавно пришли в область. Могу с этим поделиться. Мне, кстати, было достаточно стремно начинать преподавать, потому что как раз плохо понимал, насколько то, что я буду рассказывать, будет вообще, в принципе, интересно. Выяснилось, что это интересно. Кое-где там пришлось себя поправить. немножко сменить вектор некоторых лекций. Но в целом я понял, что народу это интересно, это хорошо. То есть два фактора. Вот мне еще дает возможность, естественно, смотреть на рынок, дает возможность приметить каких-то людей, которые будут потом у нас в круге профессионалов. Дает возможность самореализоваться. И, наверное, там у меня просто было несколько заходов в преподавание, но, то есть, идея-то была, на самом деле, очень давно. Как-то я даже пытался в вышку зайти, но для того, чтобы в вышке преподавать, там очень много условий было. Потому что все-таки это классический вуз. И тут я просто в результате что-то просматривал Headhunter, смотрел, вот ищутся. Я говорю, о, то, что надо. Расскажи тогда о содержании курса. Вот какие-то такие основные моменты. Что будет, если прийти к себе на курс? Ну, пересказывать программу, наверное, неправильно, она опубликована, на нее можно посмотреть. Наверное, так скажу, что, во-первых, идет акцент на какие-то хитрости, тонкости. по той простой причине, что информации огромное количество в интернете, и все это доступно от самых простых примеров до самых сложных систем. Все это читается, разжевано в примерах. По стаку в Airflow можно вообще программирование научиться. Но всегда остается два вопроса. Во-первых, вопрос best practices и второй вопрос каких-то тонкостей. Собственно, на каждой теме мы именно рассказываем, как принято сейчас это делать, какие есть тенденции, куда смотреть и какие подводные камни у нас есть. Все остальное можно нагуглить, все остальное можно прочитать. Именно делимся с живым опытом. А как ты считаешь, для вот такой профессии, как системный администратор, нужно ли высшее образование? Ну и вообще возможно ли его получить? Как ты сказал, что сейчас такого как-то особенно нет в этой области. Значит, именно по системному администрированию у нас образования мало. Я в свое время учился в МИРА на факультете ВМС. Вроде бы это как раз та специальность 2201, вычислительные комплексы системной системной сети, которая должна была поставлять на рынок системных администраторов. Это основа радиотехники, основа алгоритмики, всего по чуть-чуть. Вот именно так. Но на тот момент, а это все-таки было 15 лет назад, уровень в результате был очень-очень невысоким. Я даже не кидаю как камень в огород в вузы, хотя собственно сам в культе ВМС прекратил существование и вообще институт мира слился с Мэйблом. Но из нового там у нас на всем курсе был только курс ЦИСК, который принес какой-то я уже просто забыл по его фамилии, у нас был преподаватель, он был увлеченный, и он притащил курсы ЦИСК в институт. И у нас эти курсы ЦИСК были как часть образовательного процесса. Вот это было единственное новое. Все остальное давалось по классике, и эта классика опять-таки в приложении к тому, что требуется от системного администратора на рынке, она немножко струливает. Если классический, если программист, обучаясь на ВМК, впитывает в себя основы алгоритмики, там структур данных и так далее, это вечная классика, которая должна быть в голове у каждого программиста, то по системному администрированию, к сожалению, у нас лакуны. Высшее образование, я считаю, будем так говорить, никогда не смотрю на наличие высшего образования. Смотрю на ГОП. И у меня есть очень хороший интересный пример. И сам, в начале моей карьеры, когда я два года работал программистом, к нам пришел работать мальчик, только что закончивший ВМК. Причем область у нас была, это радиология, достаточно тяжелое математ вычисления, анализ изображений, еще тогда, в конце 90-х, начале 2000-х, все это уже было. Все, что сейчас делается нейронками, тогда это делалось чистой математикой, причем быстрее и эффективнее. Так вот, в компании, в которой я работал, работало три студента. Я был, я в том числе. Два студента того же Мехмата, и я там со стороны пришел. Ну, после них Мехмата работать там не смог. Не подтянул. А студенты работали. Интересно. Поэтому, ну, блин, я не знаю, как относиться к высшему образованию. То есть, у меня нет компетенции, чтобы проверить высшее образование. Поэтому я смотрю исключительно на, при найме, на текущее знание. А вот твой курс, он рассчитан на кого? То есть, ну, у меня вопрос-то такой достаточно прикладной, потому что интернет огромная паутина, где есть все, как ты сказал, да, и все разжеванно. Но обычно, я и по себе знаю, да, и по своим подписчикам, сложно как-то вот сориентироваться. То есть, вроде бы все есть, но как понять, что нужно, не хочется и лишнего какого-то, как не заблудиться. И как человеку понять, что вот твой курс, это то, что надо ему. Человек с нулем, вот вообще, ничего не понимающий в системном администрировании может прийти и взять курс, и после этого... Нет, он не... Основная аудитория нашего курса, это все-таки практикующий системный администратор. У нас очень много есть людей, которые... Администраторы СМБ, Small and Medium Business, у которых в работе и Enterprise сектор, и корпоративный сектор, и Unix Linux, где-то там затесались. Соответственно, либо мы разбираем какие-то задачи по Unix, по Linux в применении корпоративных систем, у нас там есть блок по почтовой системе, мы часто... Часто мне там задают вопрос, как это интегрировать там с корпоративными решениями. Приходят люди, которые делают первые шаги в хайлоури. Просто именно за ориентирование. Что мне взять, чтобы сделать... Выполнить свою задачу. Из каких компонентов мне это построить? Опять же, то, что я говорил, что мы даем на курсы. Будем так говорить, в любом случае, это все люди, которые хотят большего, чем они сейчас имеют. Еще у нас есть практика, все уже, наверное, сказали, говорили об этом, то, что мы после курсов лучших рекомендуем. То есть, несмотря на то, что со ста человек у нас рекомендации очень небольшого количества, но, тем не менее, если активно себя проявлять на курсе, можно и получить, причем в виде хорошего долга. Ты к себе в команду присматриваешь наверняка? Ну, у меня пока некуда к себе в команду сейчас присматривать, но, да, хороших людей запоминаю. А вот как ты запоминаешь, как ты понимаешь, что вот это хороший студент, а вот это нет? Что отличает? Какие качества? А как ни странно, все то же самое. Возвращаемся опять к интервью. Человек, который общается, человек, который не общается, он даже не может себя никак проявить, они исчезают. Человек общается, человек задает правильный вопрос, еще я вижу, что человек интересуется, хочет знать даже больше. Пожалуй, последний вопрос. Вопрос о твоей карьере, о планах на карьеру. Не знаю, сколько тебе лет, но выглядишь ты молодо и уже взял хорошую высоту в карьере. Что дальше? Ну, на самом деле, уже 36. Ну вот, видишь, 36, это так мало, а уже такая высота. Что дальше? Вот как ты видишь свою карьеру через 10 лет, допустим? Вот как раз сейчас у меня тот самый переломный момент, где я восстановился и думаю. У меня сейчас есть возможность подумать, пока не отвечу, что будет дальше. Приблизительно. Какие пути бывают, вот когда ты находишься уже на руководящей должности, вот на твой взгляд, какие ты видишь вообще пути? Понятно, что там, ну окей, у тебя сейчас на распуте и ты выберешь что-то. Будем так говорить. В любом случае, от всех и дальше это уже будет работа, наверное, в одной очень небольшой группе людей, с которыми я уже свяжу всю свою карьеру на всю оставшуюся жизнь. то есть на данный момент пора собирать камни, что ли, я не знаю, обеспечить функцию сходимости в какую-то точку. Да, есть как минимум два направления, с которых я выбираю, пока не знаю. Ну, спасибо тебе за искреннее интервью, за то, что поделился своей историей, своими взглядами, своей философией, и я думаю, что для многих это будет большей мотивацией и открытием, в том числе, что этой профессии, этой специальности нужна новая кровь. Это боль, это не то, что открытие, господа. Здесь есть еще одна такая проблема. В отличие от программистов, администраторам по карьерной лестнице платить начинают позже. Именно потому, что для того, чтобы ему платили больше, у него должен быть очень хороший уговор. Для этого нужно проходить больше времени. чтобы это нарастить. Но факт. В отрасли большой дефицит от специалистов. Это здорово, потому что меня смотрит много молодых людей, которые только выбирают свой путь. Они, собственно, хотят войти, но не знают точно, куда идти. И я думаю, что сегодня мы сделали доброе дело, очертили тот путь и ту область, которая может быть, может понравиться многим моим подписчикам и вообще молодым людям. спасибо тебе за это. И я желаю, чтобы определение в твоей будущей карьере пришло к тебе быстро и безболезненно. Так уж. Спасибо. На этом всё. Надеюсь, это интервью дало вам заряд мотивации и полезную информацию о том, как развиваться в области системного администрирования. Если вас заинтересовал курс Александра Румянцева «Администратор Линукс», не забывайте заглянуть в описание к этому видео, где вы найдёте полезные ссылки на сам курс и на тестирование, которое поможет вам определить, подходит вам этот курс или нет. Ну, а также подписывайтесь на канал и не пропускайте следующие интересные выпуски. На этом всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!